В Лопатинской школе сегодня идет профилактический осмотр. В маршрутном листке каждого школьника 10 пунктов. Анализы, электрокардиограмма, специалисты, среди которых хирург, окулист, лор и даже эндокринолог. Восьмиклассник Никита Лобанов пока не знает, что это за врач такой. Но доктор Мария Калошина все объясняет. У тебя имеются проблемы, избыточные массы тела. Ты об этом знаешь. Твое артериальное давление в том числе может повышаться в связи с имеющимся выявленным при осмотре сейчас заболевания. Врач составляет план дообследования, который пройдет уже в детской поликлинике, куда доктор тут же и запишет. Это возможно благодаря единой медицинской информационно-аналитической системе. На примере Лопатинской школы, одной из самых больших в округе и имеющей свой медицинский блок, заместитель главного врача Елена Зинатулина рассказала приехавшим в школу гостям о внедрении ЕМИАС в образовательное учреждение. Когда мы записываем уже детей на мобильную бригаду, то есть на выезд в школу родители, сразу получают на госусловах информацию, что существует на запись. Надо отметить, что Ленинский городской округ стал одним из первых, где внедряется единая медицинская информационно-аналитическая система. Приближение медицинской услуги к тому месту, где дети проживают, где они проводят большую часть своего времени. Не секрет, что территории достаточно удалены от медицинских, от поликлиник, от амбулаторий. И возможность того, чтобы врач или медицинская сестра находилась в моменте непосредственно рядом, она бесценна. В Лопатинской школе постоянно работают фельдшер и медицинская сестра. В дни профосмотров, которые проходят дважды в год, осенью и весной, сюда приезжают другие детские специалисты. Одна из самых серьезных проблем – нарушение зрения у школьников. Если я вижу, что нарушение серьезное, я записываю сразу к себе на прием, говорю дату, время, чтобы ребенок пришел вместе с родителями на прием уже для дальнейшего обследования. Там на аппаратах, на рефрактометре и уже на значение лечения. После осмотра работы медицинского блока участники встречи собрались в конференц-зале, где посмотрели презентацию, в ходе которой стали понятны многие нюансы, связанные с внедрением ЕМИАС в школах и детских садах. Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова считает, что этот пилотный проект, несмотря на сложность реализации, должен прижиться. Мы проводим наш акцент на профилактику, то есть переводим фокус с лечения детей на профилактику заболеваний. Тогда это очень важный проект, который нам поможет и доступность обеспечить. При этом доступность будет не просто обеспечена, она будет обеспечена в удобной, комфортной форме для ребенка. Когда родителю не нужно идти в поликлинику, ребенок приходит в школу и здесь он получает все необходимые обследования, все необходимые осмотры врачей. Это очень удобно, когда и сокращает время и родителя, и, конечно, это комфорт и доступность. Высокую оценку работы Единой медицинской информационно-аналитической системы дала сенатор Совета Федерации Ольга Забралова. Родителям это удобно. Это вот эти семь справок, за которыми не надо ходить. Это профилактические осмотры ранние выявления, патологии и так далее. Это работа медсестры по профилактическим осмотрам, по вакцинации и так далее. Это все очень удобно для родителей и это очень важно для детей. Ольга Забралова отметила, что до конца 2022 года проект «Школьная медицина» будет внедрен на всей территории Московской области.